Для пошивливой вещи требуется выкройка. Как создать выкройку по своим размерам без расчетов и утомительного черчения смотрите по ссылке в описании. Получается выкройка конкретно по вашим размерам. Можете найти в интернете выкройку. Сейчас я ее разрежу и склею так как требуется и у меня будет готова выкройка конкретно по моим размерам. Дальше начинаем кроить. Выкройку склеила. Можно приступать к раскрою. Здесь долевая нить обязательно надо будет. Выкройка идет с припусками. Здесь тоже долевая нить обязательно соблюдать направление долевой нити. Трикотаж. У трикотажа есть такая чудная особенность. Покручивается. Сейчас выровняем и приклеим его. Я его раскручиваю и два края скалываю. У меня есть малярный скотч. Сейчас этим малярным скотчем мы просто прикрепим и приклеим к столу. После того как раскроили мы его просто отклеим. И все. Направление долевой нитки. Поскольку это вязаная вещь. Здесь такие столбики есть. Как на любом вязаной вещи. Вот направление этого столбика это и есть долевая нить. Также можно ориентироваться на кромку. Раскладываем кромку. Так можно еще по долевой или не по долевой. От кромки измеряем. Вот долевая нитка у нас здесь. Измеряем сколько сантиметров. И здесь. Немножко разницы. Выравниваем так чтобы расстояние. Вот по этой долевой нити был одинаковые. До кромки. Прикололи и вырезаем прям по контуру выкройки. Теперь складываем лицевыми сторонами друг к другу. Одну половинку. Одну половинку. И вторую. Скалываем. И прошиваем. Если есть оверлок на оверлоке. Если нет, то трикотажный шов на швейной машинке. Этот шов и боковой шов. Обязательно отглаживаем. Вначале в таком виде отглаживаем. И уже только после этого мы начинаем их заглаживать в сторону. Традиционно все швы заглаживаются в сторону спинки. Но в данном случае мы один шов. Средний. Загладим в сторону спинки. Другой в сторону полочки. Переда. Чтобы потом здесь, когда будем прошивать, не было лишней толщины. Детали готовы. Отглажены. Теперь одну деталь заворачиваем на изнанку. Вторую деталь вставляем в нее. Лицевыми сторонами друг к другу. Теперь такой лайфхак. Нам надо соединить вот эти швы. Чтобы красиво их соединить. Чтобы они не разошлись. А было четкое такое пересечение. Прикладываем. Совмещаем эти швы. Это достаточно легко сделать, поскольку у нас в разные стороны припуски. Просто так вот очень удобно. Закалываем. И теперь делаем строчку. Один сантиметр в эту сторону швы. Один сантиметр в эту. Когда мы будем шить на верлоке, они не разойдутся. Эти швы. Так, вот здесь вот получилась идеальная стыковка. Этих внутренних швов. Вот это средний шов. Этих внутренних. Теперь скалываем переднюю, заднюю. Ой, левую, правую. Попереду по спинке. Вот этот шов у нас с вспомогателем. Его потом можем удалить. Поэтому другими нитками. Но сейчас, когда мы будем прошивать все это на верлоке, мы абсолютно уверены в том, что вот этот стык у нас будет идеально. Вот, смотрите, шов как получился идеально. Теперь наши брючки готовы к примерке. На примерке мы смотрим, как они сидят. Может быть, по какой-то причине надо укоротить здесь в поясе. Может быть, не надо. И уточнить длину. После этого мы подгибаем и пришиваем пояс. Примерила брюки. Все идеально. Пояс на месте. Бедрышки идеально. Ширина нормальная. И здесь я сейчас себе пометила, какую длину надо сделать. Пока наметила, потом в конце буду подгибать. Сейчас займемся пояском. Измеряем вот этот размер. Нам надо выкрыть пояс точно такого же размера. Вот у меня здесь 47. Это у меня. На 2. Можно не задействовать серой клетки. Получилось 94. И плюс 2 припуска мешок. Ширина. Вот у меня 2,5. В двойном размере. У нас же сгибается будет пояс. Вот так огибать резинку с двух сторон. 5 сантиметров. Плюс я всегда добавляю один сантиметр на то, чтобы резинку было удобно вставлять. И 2 сантиметра на припуске на шов. Значит 8 сантиметров на 96. Если у нас здесь середина, то прошиваем чуть больше, чем середина. С этой стороны. И здесь застрачиваем припуск на шов. Остается окошечко. Вот остается здесь окошечко, через которое будем вставлять резинку. Зашила здесь. Вот оставила окошечко. Сейчас надо разгладить швы в разные стороны. Затем сложить его изнанкой вовнутрь. И прогладить. Так будет нам дальше легче сшить. И вот так полностью его прогладить. Она по длине равна размеру батали. Поскольку два шва я сделаю по бокам. Они боковыми сойдутся. Если один шов, то обычно его делаю сзади. Теперь один момент. Вот эта дырочка, через которую вставлять будем, должна быть изнутри. Поэтому, когда мы будем пришивать, она снаружи. Потом она вывернется и будет внутри. Таким образом совмещаю. Хотя это совсем не обязательно. Здесь и здесь. И прикалываю по всей длине. После того, как прикалываю, пристрачиваю на верлоке. Если нет верлока, то на швейной машинке с трикотажным швом. Все пришила и обязательно прогладила. Так, ну а теперь вставляем резинку. Мне такой метод, такой способ шивания резинки больше всего нравится. Потому что случается так, что надо резинку либо увеличить, либо уменьшить. При таком способе пришивания резинки сделать это совершенно просто. И зашиваем конец резинки. Когда зашиваете уже саму резинку, обязательно надо проверить, чтобы она не перекрутилась. Такое, к сожалению, случается. Поясочек готов. Осталось только подогнуть низ. Сейчас обрезаем. Ну сколько на подгиб? Можно вот столько оставить? Это 2,5 см. Здесь резание лишнее. У меня, лично у меня так получилось. Я выкроила с запасом. И мне понравилось в последнее время не двойной иглой пришивать, а трикотажной строчкой, имитирующей оверлочную. И все, сейчас я обрежу. Обе штанины выровняю. Обрежу и подошью этой строчкой. И брюки готовы. Все, брючки готовы. В принципе, это заняло очень немного времени. Зато получился такой костюмчик. Пойди купи такой брючки. И еще есть видео. Ссылка на него в правом верхнем углу. Свитшот к нему. А если хотите хорошо научиться шить любой трикотаж, любой сложности, футболки, брюки, разные виды отделки, то ссылка на курс находится под видео в описании. Я помню. Продолжение следует...